Друзья, всем привет! Наконец-то настал этот день Икс, когда мы едем на борды РАН в Сатун. Мы арендовали машину за 1000 ватт в сутки. Вот такая чудесная Сузуки. Вот такой у меня чудесный водитель. С нас не взяли никакого долога, никаких документов, просто мы заплатили 1000 ватт. Нам привезли машину в назначенное время, утром, и мы едем. Навигатор показывает ехать практически 5 часов, мы уже едем минут 40. Надеемся, приедем пораньше и обязательно вам расскажем, как все прошло. Вот так просто, пока я ходил за Айс Капучино, пригнали нашу машину. Сказали, все, ready, мы заплатили 1000 ватт, никаких документов, никаких залогов, ничего с нас не взяли. Вот так выглядит машина, просто говорит, садитесь, езжайте. Да, пупсик. Сняли машину просто. Да, праздник, праздник. Каталин, камбэк, сэм, на? Сэм. Магипаль, на паснэ. Просто я не шелкер пальмы. Мне кажется, это противоестественно. Хотя привычно уже, наверное, это нет. Борьба. Борьба. Борьба привычек с реальностью. Привычного и непривычного. Просто мне по кайфу видеть пальмы, но это непривычно. Но я как бы на них смотрю, и как будто бы там всегда было. И мне по кайфу. То есть тебе комфортно? Да, мне по кайфу. Это же не комфортно, мне просто по кайфу. А это круче, чем комфортно. Ты четыре раза сказал по кайфу. Потому что мне по кайфу, понимаете? Мне по кайфу говорить по кайфу. Комфортно это, ну так. Ну, нормально. А мне кайфу. Что, Поксик, рассказывай, куда едешь? Куда путь держишь? В Малайзию. Фигася, что там? В Малайзии. Случай, может быть, и в дожди. Поэтому за 120 километров мы должны проехать за 2 часа. Нет, не поэтому. Должна быть какая-то причина. Вряд ли навигатор синхронизируется с прогнозом погоды. Кое-что, нет. Кое-что, нет. Что тут такое? Памятник крабикам. Много крабиков. А, ну, наверное, нельзя. Да, провинция, да, крабик появляется? Наверное. Ну, ты видел, сколько одноруких крабов мы видим? Да это просто жесть вообще. Вы видели одноруких крабов когда-нибудь? А мы видели. Мы вам покажем. У меня куда-то зовет. Это прикол, конечно. Крабы эти, как арм-ресслеры. Крабы-инвалиды, на самом деле. Однаручка вот такая, а вторая вот такая. Осталось ехать 1 час 20 минут. 81 километр. И начинается очень красивая горная местность. Мы уже доехали до Саат-Туна. Решили остановиться, чтобы перекусить немножко. А то уже 4 часа в дороге. Витя голодный. Самый голодный на свете. Я тоже. Вот местный рынок. Ужасно. Что? Выглядит все ужасно. Поэтому я бы не стала тут есть. Давайте спросим, что такое. А вот это. А вот это. А вот это. Это курица, да, в общем очень веселые местные улыбаются и смеются по-английски не разговаривают Какие же они веселые Пока Реально дождь Ребята, приезжаем к границе, а тут такой ливень, а у нас конечно же нет зонтика Будем думать, сидеть ждать Короче, можете нас поздравить, мы все прошли Давай ты Жалуйся Жалуй, я люблю жаловаться Я буду ныть В общем не получилось сделать, как мы думали, мы пройдем Без помогал Типа мы самые умные Да, без оплаты Но придя на первый паспортный, который из Таиланда Нам, отдав паспорта, нам пограничник пошел искать, с кем же мы приехали Какие помогало, нам помогают А мы такие сами с усами доехали до сюда Не найдя, кто нам помогает Он отдал наши паспорта следующей, заведующей Инстанции Да Короче, он отдал наши паспорта сразу туда надо Нам сказали, типа полторы тысячи с каждого человека, гоните Мы такие, блин, может две, а они такие, нет, нифига, давайте в три Ну, в итоге, что посовещались, отдали мы трикторя Нам дали бумажки какие-то там миграционные, мы их заполнили Дошли до малайзийского поста Они нам поставили штампы Сказали, проходите в следующее окно И мы даже не побывали в Малайзии, черт побери Просто в соседнее окошко отдали паспорта Нам поставили штампы И мы вернулись обратно На этом, собственно, и все Потратили на это все минут пять максимум Да Вместе с торговлей с пограничниками Ну, обхудив, собственно, несправедливость Ну, короче, без взятки не получится Да, не сразу, давайте как Беспомогалы, беспомогалы Вы все равно даете взятку Сами или через кого-то Что делать? Подошли к машине, увидели, что у нас Самарец в колесе Ну, видимо, он уже давно здесь Ну, не сильно давно Не особо истерся Не, ну, все равно истерся Ну, ладно, до сюда доехали, отсюда уедем Ничего страшного Ну, вот наш баркас Супер-тачка А еще здесь офигенно красиво Ребята, смотрите, как здесь круто Просто неприятно Вот так вот Вот так вот Сумасшедшие просто виды Не знаю, мне кажется, камера просто не передает Того, как здесь круто Даже один вид стоил того, чтобы сюда съездить Да, Пупс? Да Ты довольна? Пока не поняла, но мы можем до 6 января здесь находиться Вот так вот Что, погнали? Погнали Ну что, на машине мы решили поехать Потому что это очень удобно Просто мы, когда с Пукета ехали До Краби Мы ехали 3,5 часа В неудобных сидениях Да, они были кожаные Все круто Но они низкие И я со своим ростом просто туда не помещался Я сидел вот как креветка Вот в такой позиции непонятной Вот А так Ну, каждый решит для себя Плюс нам было реально интересно Как это вообще самому проходить Border Run Тем более мы вообще его не рады не проходить Вот Теперь мы все знаем Все попробовали на себе Разницы нет Что так вы отдадите Что помогал им Что на месте Разницы нет Комфорт явно выше Еще хотелось добавить, что Они на границе прям говорят Вы одним днем возвращаетесь туда-обратно Или вы остаетесь в Малайзии Ну, естественно, одним днем Они говорят Ну, тогда 1500 бат с человека При этом, если вы 3 дня остаетесь в Малайзии То вы ничего не платите Если у вас есть желание Погулять по Малайзии 3 дня То тогда Border Run для вас ничего не будет стоить Но если вы хотите вот так вот Не пересекая практически границу Поставить себе новый штамп То придется заплатить полторы тысячи на месте Или там 1300 Где-то 1300 Где-то там плюс-минус Через помогал Короче, без взятки здесь не обойдешься А еще А еще Очень многие в чатах любят пугать тем Что у вас будут проблемы Что вы там 8000 отдадите Я где-то читал Просто парни там прислали вот такую портянку Кто-то ей помогал И сказал, что типа у тебя вообще будут проблемы Ты не пройдешь Ты там вообще там стрянешь И вообще-то в Малайзии останешься жить Вот, все фигня Да, не получается только у того, кто ничего не делает Вот и все Нам реально было интересно попробовать это и сделать само Поэтому Пытайтесь и не сдавайтесь Субтитры сделал DimaTorzok